В эфире Транс-Волд-Радио. Коля Ишуа на русском языке. Каждую пятницу в 10 вечера на средних волнах 1350 кГц. Добрый вечер, дорогие друзья! На волнах Транс-Волд-Радио вы слушаете программу «Учитель праведности». Наша передача выходит в эфир по пятницам в 10 часов вечера на средних волнах 1350 кГц. И у микрофона с вами, как и обычно, Рути Фридман. Мы продолжаем разбирать тему связи и взаимоотношений между Торой и Евангелием. И, как мы уже говорили в наших предыдущих передачах, впечатление, которое создало христианство, и то, как оно преподносит нам информацию, дает нам ощущение, что существует определенное противоречие и разногласие между Торой и Евангелием. Я уже говорила, что мы, евреи, принимающие Ишуа как нашего Мессию, ни в коем случае не согласны и не можем принять подобный взгляд на вещи. В наших предыдущих передачах мы также говорили и пытались доказать вам, что Ишуа пришел не для того, чтобы нарушить или отменить Тору, но он пришел, чтобы исполнить слова Торы Моисеевой, так, как они были написаны самим Моше и как это заложено в изначальном плане Божием. И это не вопрос традиции только, но вопрос взаимоотношений и личной связи с Богом, Творцом мира и Его посланниками, пророками, апостолами и Мессией, которого Он послал нам для того, чтобы искупить нас и весь мир. И сегодня мы продолжаем говорить о человеке, который подвергается очень жесткой критике со стороны нас, евреев, а порой и со стороны христианского мира. И это Шауль из Тарса, которого мы все знаем под его латинским именем Павел или Паулюс. Известный израильский профессор Иосиф Клаузнер написал несколько томов книги под названием «Иешуа из Назарета», и он также написал два тома книги о Павле. И очевидно, что согласно современной традиции Павел считается изобретателем христианства, человеком, ответственным за разделение между Торой и христианством, человеком, который уводит нас от иудаизма. Таково общепринятое мнение. Однако, когда мы проверяем сами тексты, мы видим, что это вовсе не тот Павел, о котором говорит Новый Завет. Ибо Павел Нового Завета, то, каким мы видим его в книге деяний, описывающей его жизнь, и Павел, которого мы должны видеть на основании его посланий, если мы положим каждый знак и каждую фразу в верный контекст, должны быть одним и тем же человеком, естественно. И поэтому мне кажется, что если мы научимся правильно понимать его, то мы увидим того самого Павла, каким он и был — еврея, раввина, ученика-мудрецов, о котором говорили мы в нашей прошлой передаче, разбирая то, какова его история и откуда он пришел, духовно я имею в виду. И сегодня мы более глубоко будем разбирать критические материалы на тему Торы и Евангелия. И первый отрывок, который мне хочется вам прочитать, это отрывок из двадцать первой главы книги деяний. Павел возвращается в Иерусалим после длительного путешествия, когда он спешит прибыть в землю Израиля и в храм из Греции. И он не останавливается и не отдыхает, но путешествует на кораблях и конях беспрерывно в течение пятидесяти дней, специально для того, чтобы успеть на праздник Шевуот и отметить его здесь, в Иерусалиме. И вот Павел прибывает в Иерусалим, где его встречают у входа в город, как это было принято в то время. И я начну читать, как я уже сказала, из двадцать первой главы книги деяний, начиная с пятнадцатого стиха. После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кейсарии, провожая нас к некоему давнему ученику, масону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел к нам, и к Иакову пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушавшие, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, что они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно было принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда азийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича «Мужи израильские, помогите!» Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего. Притом и Элинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима и Фессина, и думали, что Павел его привел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла вещь, что весь Иерусалим возмутился. И он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них, и они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. И здесь мне хочется немного остановиться и разобрать немного то, что мы прочитали. Во-первых, мы видим, что Павел приезжает в Иерусалим, и по его прибытию его встречают Иаков и другие старейшины общины Иерусалима. И он рассказывает им все, что он сделал, и что сделал через него Бог среди язычников. И они слышат его слова и отвечают ему, говоря, «Посмотри, брат наш, есть тысячи верующих, принявших Ешуа, и все они — ревнители Торы». То есть они остались евреями и во всем продолжают следовать заповедям Торы. Может быть, прежде они и были из простолюдинов и не знали закона, но теперь все они — ревнители закона. И тогда они обращаются к Павлу и говорят, что у нас ходят слухи о том, что ты учишь евреев диаспоры оставить иудаизм, не обрезывать детей, но ассимилироваться, превратиться в язычников. Что можем сделать мы, чтобы развеять эти слухи? Ведь ясно, что толпы народа соберутся вокруг тебя, когда они узнают, что ты находишься в Иерусалиме. И мы должны сделать все, чтобы развеять эти слухи, чтобы опровергнуть их. И мы советуем тебе пойти в храм вместе с четырьмя людьми, которые так же, как и ты, дали обет. Заплати за них, чтобы могли они снять с себя клятву и принести жертву в храме, чтобы все видели, что слухи, которые слышали они о тебе, слухи ложные. Так что можем мы почерпнуть из этого текста? Во-первых, то, что община Иерусалима продолжала существовать годы спустя, после смерти, воскресения, Иешуа, и они были верны Торе. Они проходили ходить в храм, продолжали приносить жертвы, продолжали служить народу внутри храма, как неотъемлемая часть народа Израиля и Торы Израиля. И Павел тотчас же соглашается и идет в храм с этими четырьмя людьми, которые дали обет. И они бреют свои головы в знак снятия обета, приносят жертвы и доказывают этим, что они очищены от обета, они свободны от той клятвы, которую взяли на себя. Что мы видим? Мы видим, что община верующих не оставила заповедей Торы, и не отдалились они от традиций Израиля, и не осквернили святыни народа Израиля и храма. И вот Павел и четыре человека, которые с ним освящаются в храме, и, согласно Торе, очищение это продолжается семь дней. И в конце этого процесса они приносят жертвы. И в это время, после того, как каждый из них принес жертву, люди из-за границы, евреи из Малой Азии, которые пришли так же, чтобы совершить паломничество, видят Павла и настраивают против него толпу. Если бы мне захотелось привести параллель с нашим временем, я бы сказала, что это евреи из Бруклина и из Америки, скажем, которые пришли в Иерусалим, в Израиль, в храм, и принесли вместе с собой свои радикальные взгляды и все те слухи, которые слышали они там, где живут, безо всяких доказательств об их верности. И вот эти евреи из Малой Азии возбуждают народ и приводят к возмущению в храме. Мы можем сказать, как бы переводя это в наше время, что американские ультраортодоксальные евреи начинают избивать Павла прямо в храме, обвиняя его в том, что он пришел осквернить это святое место храм. И толпа, потеряв контроль, набрасывается на него. И когда римский офицер видит то, что происходит, эту драку с высоты своего поста в крепости Антония, то он приводит солдат, они входят и забирают Павла, спасая его от потерявшей контроль толпы. И таким образом Павел, который не отошел от Торы ни вправо, ни влево, оказывается в руках римлян. И из самого текста, по-моему, видно, что все обвинения против Павла не имеют под собой почвы. Однако, если мы вернемся назад к нашему тексту, то увидим, что Павел, как нормальный еврей, идет в храм и приносит в храме жертву, чтобы снять с себя обед, который он дал задолго до этого на побережье Адриатического моря, в деревушке недалеко от города Коринфа. И мы видим, что для Павла нет никакой проблемы пойти в храм, нет ни капли противостояния, ни капли возражений, нет каких-то ощущений некомфортности в том, чтобы следовать еврейской традиции, чтобы делать что-то кошерное. Он еврей, верный традиции и Торе, и все обвинения, которые выдвигают против него, являются обвинениями ложными, обвинениями людей, руководствующихся своими эмоциями, как говорит об этом Петр в своем послании, что люди горят желанием создать проблемы и трудности. И здесь мы видим подобную ситуацию, когда в конце концов римский офицер, Центурион, сотник, спасает Павла от разъяренной толпы. И далее наш рассказ и истории апостола Павла меняются коренным образом. Он превращается в пленника, находящегося под арестом, сначала в Иерусалиме, а затем в Кейсарии, где он проводит два года, пока Синедрион пытается найти против него обвинение. И после этого, когда Павел, отчаявшись найти освобождение у римского наместника, ждущего взятки, просит и призывает суда Цезаря. Затем он отправляется в Рим, и там, в конце концов, в Риме он казнен римским императором, который, как мы знаем, не любил ни евреев, ни учеников Ешуа. Во всяком случае, так рассказывает нам об этом христианская традиция. И в заключение мне хочется сказать, что в этом рассказе мы видим Павла евреем, верным Торе и храму, который прибывает в Иерусалим, где также встречает других евреев, также верных Торе, верных храму, которые являются, как мы видим, ревнителями Торы, ходят в храм, соблюдают заповеди, освящаются, дают обеты, и все это так же, как и весь народ Израиля, ни в чем не отличаясь от остальных святых Израиля. И их вера в Ешуа заставляет их делать более других, быть более ревнителями, а ни в коем случае не менее. И тот же самый Павел скажет впоследствии, когда он будет свидетельствовать о том, что он сделал в Иерусалиме, и вот, что скажет он о себе. Находим этот текст в 24-й главе книги Я начну читать с 10-го стиха. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому назад я пришел в Иерусалим для поклонения. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью или сектой, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Посему после многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения, и нашли меня при сём очистившегося в храме ни с народом и ни с шумом. И это были некоторые азийские иудеи, которым надлежало, было предстать перед тобой и обвинять меня, если они что-то имеют против меня. Или пусть си и самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Так говорит Павел, стоя перед следующим его судьей, римским наместником по имени Феликс. Какому Богу служит Павел? Он не служит богам язычников, он не служит даже богу христианства, и не богу идолопоклонства, но единому богу отцов наших, богу Авраама, Исаака и Акова. Ему я служу, говорит Павел, своим врагам и ненавистникам, судящим его. И я верю во все написанное в Торе и пророках. И я беру на себя Тору и пророков, так как они есть, безо всяких изменений и исправлений. И он даже добавляет, что он приехал для того, чтобы поклониться Богу, принести пожертвования для моего народа и принести жертву в храме, а не для того, чтобы стать здесь миссионером, конечно же. Происходит это во время праздника Шивот, который мы совсем недавно отпраздновали, и время паломничества, время принести первые плоды в храм. Именно за этим приезжает Павел. Именно для этого он приезжает в Иерусалим и подвергает себя опасности. Ради того, чтобы соблюсти заповедь паломничества в Иерусалим, он готов даже умереть, ибо его предостерегают пророки по его пути, что в Иерусалиме его не ждет ничего хорошего. Таков настоящий Павел. Вовсе не тот, которого преподносит нам христианская традиция, и не Павел, которого рисуют наши очень уважаемые исследователи, находящиеся опять-таки под влиянием христианской традиции. Но Шауль, о котором мы говорим, он еврей, хранящий заповеди и боящийся Бога, который не отошел от Торы Моисеевой и не от пророков ни направо, ни налево, ни вверх, ни вниз. Однако в чем проблема? В том, что многие запутываются, когда они читают послание Павла к верующим вешу, неевреям, живущим в Малой Азии. И читая это, многие не понимают, что же там написано, и решают, что Павел говорит против Торы. Однако когда мы в наших дальнейших передачах будем разбирать его послание, то мы увидим, что Павел вообще не обращается к евреям, но говорит к неевреям, к гоям, к бывшим язычникам. И когда он говорит им против обрезания, то здесь не идет речь об обрезании евреев, но он выступает против тех бывших язычников, которые хотят сделать обрезание для того, чтобы им хвастаться, и говоря, что, мол, и мы также евреи, и мы не хуже вас, и не меньше вас. Павел не говорит здесь о людях, которые делают это во имя Бога и во имя соблюдения заповедей, во имя истины, но о тех, кто делает это по неправильным, фальшивым причинам, которые не приносят блага ни им, ни народу Израиля, ни Моисею, ни Торе. И Павел, о котором мы говорим с вами сегодня, несколько раз объясняет нам в книге деяний, в чем его задача и в чем он согрешил. И он неустанно повторяет это так же, как находим это уже в 25 главе, 8 стих, снова перед иным уже следующим римским наместником. Он в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря, то есть не против цезаря. Неужели мы не будем верить словам самого этого человека, самого Павла? И этот римский наместник Фестус, в политические интересы которого входил прочный союз с еврейской религиозной элитой, не решается отпустить Павла, хотя и не находит в нем никакого вреда. И ситуация Павла такова, что он вынужден просить суда римского императора, потому что он верит в то, что в Риме у него есть больше шансов на справедливый суд, чем у наместника в Израиле, который ищет союза с религиозной элитой. Такова ситуация апостола Павла, и таковы его последние дни и годы на земле Израиля, откуда он отправится в Рим, где его надежды на справедливый суд не оправдаются, и он будет казнен. Дорогие друзья, и поскольку время наше подходит к концу, я хочу напомнить вам, что на волнах Трансфолд радио вы слушаете программу «Учитель праведности». У микрофона с вами была Рути Фридман, и я буду очень рада получить от вас письма, замечания, предложения, а также прислать вам кассеты с нашими лекциями или же литературу другую на русском языке. Однако для этого вы должны написать нам по адресу Абонентский ящик 72-44 индекс 91-071 Иерусалим программа «Учитель праведности». Повторяю, Абонентский ящик 72-44 индекс 91-071 Иерусалим программа «Учитель праведности». А я желаю вам всего доброго и шаббат шалом. До встречи через неделю. «Учитель» Твое 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok